Настало время смотреть на картины не онлайн, а вживую. В Одесской галерее собрали творения художников, которые изобразили свое видение карантина. К примеру, врач и художник Владимир Мухин изобразил картину Прометей, предрекая человечеству свет новых знаний из-за эпидемии. Одна из художниц изобразила одиночество. Тут девушка грустит с бокалом вина и с гаджетом в руках. Ее любимый человек оказался где-то далеко в самоизоляции. А художник Валерий Юхимов изобразил небо в клеточку, назвав картину карантинным чтивом. Посетители выставки говорят, что самое большое преимущество экспозиции в том, что она состоялась. Намного приятнее воочию познакомиться с работами, нежели разглядывать их в экране компьютера. Цифровая культура – это для бедных. Для бедных и непритязательных. Нормальные люди требуют живого общения, прямого разговора и лицезреть глаза в глаза, а не с экрана монитора. В период самоизоляции даже люди, не связанные с искусством, почувствовали тягу к творчеству. Свои работы представили не только профессионалы, но и аматоры. Прелесть картин, говорит директор галереи. Фантазии и запретательности, которые проявляют авторы, запертые в четырех стенах. Это пространство, которое было, в общем-то, выделено, наверное, самой реальностью. Вот такие творческие размышления, которые длились два месяца, оно сподвигало каждого художника сделать или то, что он делал всегда, или то, что он не делал никогда. Были те люди, которые творили в том же русле. Они создавали серии произведений в той стилистике, в которой они это нарабатывали долгие годы. Были мастера, которые хотели экспериментировать. Они создавали что-то совершенно одиозное, непохожее на самих себя. Самому юному участнику выставки 8 лет. На карантине он рисовал комиксы. Один из рисунков понравился организаторам экспозиции. Теперь творением любуется на самом видном месте галереи. В его понимании, это его сказочные герои, а цифры выражают размер любви. Это его вымышленные игровые персонажи сборные, и он в течение недели дорисовывал этот рисунок. Очень много символов. Картина можно увидеть в ближайшие две недели в галерее Арт Одесса, расположенной в Летнем театре Горсада. Вход на выставку свободный. Нарина Щегова, Юлия Польнова, Телеканал Репертер.